Добрый вечер, уважаемые зрители! Был такой вопрос, как я помогаю проектной команде не перегореть, как сам не перегораю. На самом деле, что касается проектной команды, то я бы разделил этот вопрос на две части. Во-первых, индивидуально. Индивидуально я считаю, что у каждого человека должен быть хобби. Если у человека нет хобби, то у него накапливается негатив в психике, а потом он все равно прорывается. Мы сейчас не будем обсуждать, почему. Если когда-нибудь я запишу курс по психологии, то мы обсудим это. Пока просто примем как данность, что негатив накапливается, и если он не выплескивается, то, скорее всего, прорвется и прорвется истерикой, скандалами и так далее и тому подобное. Какое будет хобби, не знаю. Как говорится, о вкусах не спорят, а хобби не конфликтует. У меня у самого есть хобби, о них я могу рассказать, если вдруг кому-то интересно, кому-то не интересно, могут это пропустить. Что касается... Еще менеджер проекта должен, по крайней мере, стараться поддерживать в рабочем режиме более-менее комфортную психическую обстановку. Первое, что это значит? Пресекать интриги. Второе, пресекать конфликты. Внутри команды интриги конфликтов быть не должно. Их и так за пределами команды выше греши. Ну и по максимуму все-таки стараться поддерживать некую позитивную атмосферу. Мы в конце концов тут, что не похоронами занимаемся, мы не паталогоанатомы. Мы, как в медицине говорят, если доктор приходит в палату к больному с печальным лицом, ну, наверное, это не очень хорошо для больного. Конечно, доктор там устал, перегружен, но мы-то с вами сидим на проекте там на одном-двумя, да. У нас же, в конце концов, не целое отделение. Поэтому я просто призываю, как бы, постараться, постараться, да, менеджеров проектов, руководителей IT-отделов, ну, обеспечивать более-менее позитивную атмосферу. Диктаторская атмосфера в IT-службе, она приведет только к одному. Сотрудники просто поуволятся. Либо у вас останутся совсем там, там, офигисты, которые будут очень-очень некачественно работать. Увольте вы их не сможете, потому что на рынке никого нет. Что касается собственных хобби, да, вот вы сейчас смотрите канал, который является исключительно моим хобби. Как я уже говорил на этом канале, я не зарабатываю, ну, в каком-то обозрении будущем я явно тоже не планирую зарабатывать. Но вы можете обратить внимание, что видео появляются, ну, немножко хаотически, органично, да, здесь нет какой-то сложной контент-стратегии. Почему? Потому что я рассказываю о том, о чем хочу рассказывать. Вот это простая концептуальная философия этого канала. Я рассказываю о том, о чем хочу рассказывать. Если я о чем-то не хочу рассказывать, то, скорее всего, я этот плейлист просто закрою. С другой стороны, да, я пишу заказные коммерческие видео, обучающие, провожу тренинги, там, чуть ли не по организации бизнес-процессу для руководителей различных подразделений в различных компаниях. Но вы должны понимать, да, это хобби. Как говорил один из великих писателей, если ты можешь не писать, не пиши. Иногда вот я не могу не писать, да, даже если там будет два просмотра, ну, пускай будет два просмотра и все два мои. Второе хобби – это философия и геополитика. Что касается философии, я думаю, все в курсе. Вот что такое философия. Да, я действительно люблю читать философскую литературу классическую, да, будь то это Платон, будь то это Канн, Гегель. Самая разная философия, я не являюсь приверженцем какого-то одного направления. Что касается геополитики, ну, это старое хобби, выросшее из-за изучения философии и истории. В принципе, да, изучение, ну, понимание, как бы, окружающего меня мира, интересы к нему. Ну, и последнее хобби, да, это инвестиционная деятельность, работа на Сберн, на, скорее, с биржевыми инвестициями, с акциями, облигациями, ну, в основном акциями различных компаний. Ну, это, в общем-то, логично для человека, который профессионально занимается постановкой управленческого учета в компаниях, интересоваться этим вопросом. Да, это тоже хобби, это очень приятно. Я с огромным удовольствием изучаю эти вопросы, даже как по каким-то активам, в которые я, в принципе, не буду инвестировать на меня, это достаточно успокаивает. Ну, и, конечно, последнее такое хобби, это спорт. Не будем обсуждать, какой, да, но он есть. Вот несколько таких хобби, которые взаимозаменяемы, взаимодополняют друг друга, ну, потому что спорт как залог здоровья, залог достаточно высокой производительности. Если есть производительность, то будет время и на изучение философии, да, там и других вопросов, и на работу, и вот на канал, и на все остальное. Но здесь, в принципе, я ответил на вопрос подписчика, который его задавал. Спасибо за внимание. До свидания.